Особое мнение на 101FM Неожиданно, наверное, а может и ожидаемо. Чего ждать? Почему произошло это укрепление? Много было заявлений от официальных лиц о том, что крепкий рубль мешает российской экономике. Значит ли это, что в ближайшее время ждать нужно каких-то шагов по ослаблению рубля? И что вообще людям делать в этой ситуации? Да, действительно, текущий курс рубля по отношению к доллару не совсем выгоден для российской экономики, потому что если же смотреть бюджет, то бюджет был сверстан с курса 72 рубля за доллар. Сейчас доллар торгуется на уровне 56 рублей. Но надо понимать, что есть рыночные и административные способы влияния на текущий курс. Если мы говорим про рыночность, то что у нас? Есть предложение, есть спрос. И получается на данный момент предложение в несколько раз превышает текущий спрос. То есть экспорт из России идет даже из-за того, что объемы экспорта упали в тоннах, в литрах, в килограммах, но цены на газ, на металл, на уголь находятся на очень высоком уровне. То есть мы получаем больше, несмотря на то, что меньше продаем? Да. И в то же время импорт упал очень значительно. Не закупаем ничего? Да, ну закупаем, но очень мало. То есть в принципе такой дисбаланс был всегда. То есть он был всегда, то есть он был год назад, был там пять лет назад. Но вот этот излишек, который образовывался, он уходил, часть, условно говоря, вывозили олигархи из-за рубеж, а часть покупал бюджет и через бюджет направила. То есть, условно говоря, там этот же Минфин покупал доллары, фонд национального благосостояния. То есть валюта была востребована и поэтому торговалась по более высокому курсу, чем сейчас? Ну, по крайней мере, были механизмы, с помощью которого можно было излишки валюты каким-то образом, ну, куда-то ее стерилизовать. То есть сейчас таких механизмов, ну, практически не осталось. А я хотела спросить, все-таки вот это реальный курс или это виртуальный курс? Ну, то есть, учитывая вот то, о чем вы говорите, я так понимаю, что просто спроса нет на валюту, в том числе и от людей, от обычных граждан, кто покупал валюту ради сбережения. Ну, а что такое реальный виртуальный? То есть, конечно, текущий курс, он не является, может быть, экономически обоснованным, но в то же время вы по текущему курсу вполне можете купить валюту на бирже. Единственное, что вы не сможете превратить в бумажные доллары, но купить валюту на бирже вы сможете. А в бумажные доллары только внутри России невозможно превратить? Вот, ну, банальную возьмем ситуацию, если человек сейчас собирается в отпуск. То есть, понятно, что есть страны, где работает карта МИР, та же Турция, да, ну, правда, есть там замечания, тоже говорят, что не везде работает, но тем не менее. Вот есть карта МИР, и есть страны, где она принимается. Есть страны, куда россияне традиционно выезжали летом на отпуск, та же Черногория, и курс вроде как позволяет те же отели оплачивать дешевле и прочее. У человека, который приезжает с российской карточкой, которая не работает, понятно, у него возможности снять с нее нет. Но если человек, а таких много, завел себе, не знаю, там, карту какого-нибудь банка Киргизии, Казахстана, Узбекистана, и с этой карточкой, с переведенными на ней, там, не знаю, долларами или евро, он въезжает в другую страну, он может снять наличку из комиссии там? Ну да, безусловно, тут тоже очень много различных нюансов, но если мы, допустим, говорим про турпоездки, то вот, опять же, реальный или виртуальный, я вот тут как раз заказывал турпоездку в одну, и, условно говоря, при курсе ЦБ евро, там, условно говоря, ну, вернее, 58, туроператор считает по курсу 65. То есть, считает совершенно по другому курсу, и при том, никак его не корректируют, в зависимости от движения курса евро на бирже. Если мы говорим про, как купить валюту, в принципе, банки валюту продают, то есть, есть разрешение, что все, что они, как бы, купили, что если люди, кто-то решил сдать... Излишек, так сказать, да, кто-то сдал, то этот излишек они могут продать. Естественно, там курсы немножко другие, то есть, там, в среднем, наверное, в Кирове курс, ну, ближе, наверное, к 75 рублям за доллар. При 50... Ну, то есть, разница в 15-20 рублей от курса биржевого. Да, 50-56, там, 56 на бирже, условно говоря, все банки, там, 75 рублей. Ну, то есть, купить какое-то количество долларов... Наличные. Наличных вы вполне, как бы, сможете. Это внутри страны. А если это делать за рубежом? Это вообще реально? То есть, позволяется снимать с таких карт? Нет, ну, это реально, конечно, это реально. Но надо понимать... Там комиссия. Ну, во-первых, там комиссия. Во-первых, вам надо такую карту открыть. Это тоже недешево. Это недешево, это трудозатратно, это вам надо выехать в какую-то страну, там, условно говоря, в эту же Белоруссию, там, в Казахстан или в Турцию, и там открыть эту карту. При том надо понимать, что, скорее всего, больших сумм высотой карты снять валюты не сможете. Потому что даже на таких странах, как Италия, то есть, если происходит снятие валюты больше, чем 2000 евро за раз, это, ну, как бы, такая очень серьезная, скажем, операция. Ну, то есть, банки очень подозрительно относятся к людям, которые снимают большое количество валюты с карт. Особенно, если это зарубежная карта, и ты не делал заказ предварительно, да? Ну, там много нюансов, тут зависит от некоторых условий, но, действительно, практически во всех банках вы столкнетесь с такой проблемой заграничной. То есть, единственное, что, конечно, в этой карте вы сможете расплачиваться, там, в магазинах, там, где-то... Ну, в том же отеле, взять машину в аренду, например, да. То, что привыкли делать туристы с обычными нашими российскими картами. Ну, опять же, говорю, что это такая немножко трудозатратная, как бы, история, потому что надо выехать в другую страну. Притом, регулярно появляется информация, что многие страны усложняют выдачу карт для россиян, и это, ну, стоит каких-то определенных денег. В таком случае, ну, вот эта вот конкретная ситуация с теми, кому нужна валюта. Если мы говорим о покупке валюты как о способе сбережения, у обычного гражданина есть возможность по нынешнему низкому курсу купить доллары, например, на бирже и держать их на каком-то счете у себя, чтобы потом когда-то обналичить. И вообще, выгодно ли это делать, учитывая, что покупка тех же самых, там, доллара или евро в банках, она идет по курсу ниже, ведь, курса Центробанка? Или нет? Нет. Нет? Нет. Ну, банки, они же тоже пытаются зарабатывать деньги, и наиболее продвинутые банки, они, в принципе, готовы покупать валюту выше курса ЦБ, чтобы люди... Даже вот эту виртуальную валюту? Ну, почему виртуальную? Я имею в виду, что я сейчас про... А про бумажную, про наличные деньги? Про бумажную. Если у вас виртуальная валюта, ну, соответственно, вы ее можете купить по бирже, там, на бирже, условно говоря, по 56 рублей, и если там, допустим, валюта будет осенью, там, в районе 70 рублей, к чему, так скажем, подталкивает правительство, правда, у него для этого не так много, как бы, каких-то возможностей или ресурсов, то есть, действительно, вы можете, как бы, заработать, и заработать неплохо. Но, опять же, есть определенное «но». Какое? Константин, какое? В последние две недели на рынке муссируются слухи, что, возможно, будут какие-то ограничения со стороны, там, Евросоюза или Соединенных Штатов в отношении московской биржи. То есть, есть московская биржа, есть, допустим, где происходят торги валюты. При московской бирже есть НРД, это депозитарий, который занимается расчетами по ценным бумагам, и НКЦ, это организация, которая занимается расчетами денежными. Вот в отношении НРД уже две недели назад Евросоюз ввел, как бы, в санкции, то есть, там, ну, ограничил какие-то операции по НРД. И вполне, ну, на рынке, по крайней мере, такой слух муссируется, что, возможно, какие-то санкции в отношении НКЦ, это может привести к тому, что торговля на московской бирже валюты, она может просто встать, но имеется долларами и евро. Так. И что делать людям в таком случае? Вот они купили себе эти доллары, они у них лежат на каком-то счете. Дай бог, если банк не введет какую-то комиссию за обслуживание валютных счетов, тоже, кстати говоря, об этом, да, в последнее время говорится много. Сложно сказать, тут действительно появится... Они потом смогут продать эти свои доллары и евро? Продать-то вы их сможете. Всегда. Ну, по крайней мере, на Петербургском форуме Набиулина сказала, что никаких ограничений нахождения валюты со стороны, там, российского правительства не ожидается. Вот. Продать-то вы сможете просто по какому курсу? Вопрос, да. Выиграете ли вы? Если не будет рыночного какого-то ценообразования биржевого, то, конечно, возможно, какие-то будут, ну, какая-то была другая система, с помощью которой будет определяться как бы текущий курс доллара и евро. Но насколько он будет справедлив и интересен вам, ну, тут есть определенные вопросы. Тут, опять же, да, такой получается дополнительный риск, либо вы этот риск принимаете, либо не принимаете. Опять же, надо понимать, что помимо доллара и евро, к примеру, есть же валюты, так скажем, условно-дружественных стран, типа китайского юаня. Ну, типа китайского юаня, то есть вы вполне можете купить там китайский юань. И с этим юанем ездить потом, если что. Ну, я вполне допускаю, что там через там полгода, условно говоря, там появятся наличные юани там в обменниках, вы сможете эти наличные юани там получать и с ними как бы ездить и где-то там их конвертировать в какую-то другую как бы валюту. Такой вариант тоже возможен. То есть торгуются и турецкая лира на бирже, ну, там много, то есть практически валюты всех соседних стран торгуются, при том этот список собирают расширять. При том государство, оно подталкивает россиян к покупке золота, потому что, в принципе, золото это некий, так либо иначе, тоже зависит от курса доллара. То есть, условно говоря, если золото торгуется на лондонской бирже с расчета там 1850 долларов за лунцию, то есть мы можем там умножить на текущий курс, разделить на граммы и мы, ну, то есть мы можем посчитать. Очень сложно. И со слитком не выедешь из страны. Почему? Можно? Конечно. Ну, я не знаю таких ограничений. Я думаю, что если у вас будет все же там несколько, ну, во-первых, это будет проблема там все равно где-то там конвертирует. Ну, по крайней мере, это некая такая история локальная, что, в принципе, если у вас какие-то долгосрочные такие, скажем, инвестиции, вы можете либо, да, купить какие-то наличные золота, которые сейчас банки продают, при том по нему отменили как бы НДС. Надо понимать, что купить-то вы купите, потом как его продать и по какой цене вопрос как бы. А для, так скажем, для более коротких там инвесторов, ну, наверное, можно рассмотреть, условно говоря, безналичное золото, которое торгуется на бирже. То есть его не заблокируют, и оно, то есть оно торгуется, там есть какие-то котировки, идут сделки, то есть это, в принципе, как один из вариантов диверсификации ваших вложений. Сбережения, да? Ну, вложения, сбережения. Из-за того, что у вас есть. А какие еще есть инструменты? Ну, вот учитывая, что сейчас мы видим, да, проценты в банках, они резко выросли весной, проценты по депозитам я имею в виду, да, и сейчас после нескольких там серий снижения ставки Центробанка, они опять пришли, ну, практически к докризисному, наверное, там уровню. Ну, не докризисному, чуть повыше. Чуть повыше, да. Сейчас я думаю, что можно открыть еще депозит там по ставке уровня 10% годовых. Ну, после того, как буквально там три месяца назад давали 20% годовых. И даже 21 было, даже в Сбербанке было 21. Ну, вот как раз вот сейчас заканчиваются эти трехмесячные вклады с доходностью 20%, и люди действительно в некой растерянности, непонимании, куда надо вкладывать, инвестировать. Ну, вот в мое понимание, что в текущей ситуации сейчас идет очень серьезная перестройка всей финансовой системы. И сейчас главное даже не заработать, а может быть что-то сохранить. И тут, наверное, важны какие-то вот такие именно короткие истории, в плане того, что надо просто пересидеть, подождать, посмотреть, что будет с финансовой системой осенью. Условно говоря, если у вас есть возможность купить наличный доллар, ну, можно наличный доллар, можно попробовать безналичный доллар, можно там безналичное золото, можно там депозит короткий на три месяца. Что-то такое короткое, потому что мы сейчас... То есть на год депозиты лучше не открывать? Ну, я бы, наверное, я тут, понимаете, у всех как бы разная история, тут давать какую-то рекомендацию как бы сложно, но мы не понимаем, какая будет инфляция там через год, какая, то есть, поэтому, условно говоря, еще три месяца назад считалось, что инфляция у нас будет больше 25%, то есть сейчас уже говорят, что она, ну, официальная инфляция будет там меньше 15%, все очень сильно меняется, слишком много неизвестных, и планировать сейчас такие истории как бы долгосрочные, наверное, не совсем правильно. Люди-то просто приходят и говорят, вот давайте мы сейчас откроем депозит под 10%, потому что через год, может быть, это будет под 5% или там через три месяца под 5%, лучше побольше процент и положим деньги на год. Ну, как-то так. Нет? Все-таки лучше короткие открывать, да, депозиты вы рекомендуете? Ну, во-первых, по коротким вы, наверное, сможете больше ставку получить. Почему? Ну, год это не такой большой срок, то есть, я имею в виду, что, может быть, не совсем логично там открывать на трехлетние какие-то депозиты. Длинные вообще. Да, ну, год, три месяца, это все так немножко как бы условно, то есть, если, ну, условно говоря, через три месяца конъюнктуру, да, откроете вы даже годовой депозит, конъюнктура резко изменится через три месяца, но снимите вы эти деньги, не заработайте вы этих... Процентов, да. Да, ну, вот этих процентов найдете какое-то другое применение своим, ну, своим свободным деньгам, то есть, это не так страшно. Год, это не очень длинный срок. Конечно, там, те инвесторы, которые, ну, может быть, хотят больше, либо у них повыше, там, толерантность к риску, там, может быть, там, посмотреть какие-то истории, там, на фондовом рынке в виде акций. Но, опять же, надо понимать, что если вы не знаете, что там покупать, то лучше, как бы, все же, вот, на данный момент, наверное, туда не... Не рисковать, не выходить туда. Не ходить туда, не ходить. Если спрашиваете, что купить, то лучше не ходить туда. Понятно. То есть, потому что это все же немножко, как бы, история такая специфичная, возможно, да, она покажет, как бы, доходность выше, чем банковский депозит, там, ну, слишком много, опять же, неизвестных. Доллар, опять же, повторюсь, хорошая история, но вот эти страхи, как он будет обращаться, там, через, там, три месяца, мы не понимаем, это накладывает дополнительные риски. И тут, ну, то есть, должны какие-то свои, какие-то уже принять решения, готовы эти риски вы терпеть, не готовы терпеть эти риски. И, тем более, действительно, есть такая тенденция, что банки начали вводить отрицательные ставки по валютным депозитам, но тут банки тоже... Все они просят комиссию за обслуживание счетов валютных, да? Ну, получается так, что им просто вот эта валюта, она им не нужна, то есть, кредиты в валюте практически никто сейчас не берет, в то же время, там, им надо создавать определенные резервы под эту валюту, как бы, и не, ну, пытаются немножко, как бы, очистить баланс вот от валюты, вот. И пытаются, так скажем, ну, сделать либо нулевые, а даже, возможно, отрицательные ставки по вкладам, ну, правда... А это речь идет только о долларе и евро, а про юань речи не идет, про отрицательные ставки. Про юань речи не идет, но там и положительных ставок, я, честно говоря, не знаю. То есть, был период, вроде бы, некоторые крупные банки принимали депозиты в юанях, сейчас я не знаю, готовы ли они принимать. Депозиты в юанях. Ну, скорее всего, будет финансовая система перестраиваться и появятся какие-то депозиты в альтернативных валютах. Притом, вот, к примеру, совсем на прошлой же неделе тоже был такой прецедент, что, допустим, швейцарский франк, он прекратил свое обращение на московской бирже. То есть, просто в один момент там сказали, что все, с завтрашнего дня там швейцарский франк не торгуются. И что, люди теперь делают, у кого во франке были куплены? Ну, сидят, сидят. Сидят, ждут? Сидят, ждут перемен, там, не знаю. Отличная история. То есть, вложил все в самую надежную, франк считается одной из самых надежных валют, да? То есть, люди, да, и шли, как бы, пытались уйти, как бы, от риска, покупали одну из самых надежных валют и сейчас просто, ну, просто вот в такой не очень, как бы, хорошей ситуации. Притом, ну, проблем-то на фондовом рынке действительно много, потому что, к примеру, на фондовом рынке застряло российских инвесторов порядка там на 6 триллионов рублей в иностранных ценных бумагах, которые они не могут, в принципе, продать. То есть, они обновить не могут свои деньги, да? То есть, они инвестировали, то есть, они пытались уйти от риска, там, ну, пытались создать правильный, хороший, диверсифицированный портфель, как бы. Из всего. Ну, да, из всего. Уходили вот от таких отрыночных рисков, но попали на инфраструктурный риск, когда, условно говоря, ввели санкции в отношении НРД и, соответственно, эти бумаги не могут зачислить туда завне нашего контура и продать их там. Угу. Если говорить еще про покупку наличной валюты, расплодилось, я не знаю, какое еще слово подобрать, какое-то невероятное количество предложений, телеграммы, боты, еще что-то по, ну, я не знаю, некому частному, что ли, обмену валюты на рубли, то есть, предлагают по более выгодному курсу купить валюту, нежели предлагают банки, но там какая-то очень мутная схема. То есть, я так понимаю, что вот эти вот ресурсы, они как-то сводят продавца валюты и покупателя, и вот идет на доверие совершенная сделка между, ну, фактически частными лицами. Действительно, ну, надо понимать, что любой спрос, он рождает предложение. Если есть спрос, есть желающие купить валюту, есть желающие продать валюту, ну, по ряду причин, то найдутся какие-то ресурсы, которые им будут помогать. Это законно вообще? Ну, подождите, сейчас, во-первых, сейчас и банки немножко подстроились, и, в принципе, вот я говорю, что и банки готовы покупать валюту дороже, чем биржевой курс, накручивать какие-то свои, там, условно говоря, 5-10%, ну, там, и торговать ей. Если мы говорим вот про такие серые схемы, они незаконны, это административка, то есть, у вас могут, если вас поймают за руку, ну, до 100% суммы. То есть, это незаконная валютная операция называется, да? Да, это незаконная валютная операция, то есть, ну, по крайней мере, мы сейчас не видим людей, которые стоят, там, допустим, у ЦУМа, там, как было там... С табличками на груди. В 90-х годах, да. В 90-х годах, да. Куплю доллары. Да, то есть, мы не видим таких людей, то есть, это немножко ушло, как бы, в такое, в немножко виртуальное пространство, но это не совсем, не совсем законно. Совсем незаконно и рискованно. Совсем незаконно, да, и немножко, ну, и рискованно, конечно. То есть, лучше не ввязываться в это, уж точно не с большими суммами. Ну, тут каждый сам решает. Понятно. Я думаю, что да, то есть, надо пять раз подумать, прежде чем на такую, как бы, операцию там решиться. Еще возвращаясь все-таки к валюте и зарубежным карточкам, карточкам зарубежных банков. Их-то наличие у человека на руках законно, ну, вот я просто сейчас пытаюсь себе представить, как выкручиваются эти люди, которые привыкли, ну, так или иначе, что-то покупать за границей, я не знаю, там, на каких-то порталах что-то заказывать, еще что-то, и оплачивать все это карточкой. И сейчас на этих порталах российские карточки не работают. Та же самая история с букингом, например. Букинг не позволяет с российской картой забукировать, забронировать отели, хотя букинг работает. Он не дает забронировать отели в России, но если вы собираетесь в отпуск, в другую страну, он дает вам забронировать там с вашим аккаунтом, но вы должны указать ту карточку, которая будет работать. Ну, тут могут они по IP-адресу, кстати, заблокировать, не факт, что вы сможете, находясь в России, там, заблокировать отели за границей, но решение тут... Ну, вообще, вот карточки в зарубежном банке открывать законно, это можно? Да, ну, конечно, это можно, это законно, единственное, что нужно, поэтому, если вы открыли счет за рубежом, надо просто отчитаться по этому счету, это не так трудозатратно, то есть заполнить определенную форму и подать ее, там, ну, через налоговую, либо, там, через сайт госуслуги и сказать, что у вас там есть зарубежный счет. Опять же, если вам, там, для каких-то нужных этих разовых покупок, то, в принципе, на рынке продаются предоплаченные банковские карты. То есть карты на предъявители, там, допустим, на 500 долларов, на 1000 долларов, вы можете, там, заказать такую карту, придет вам карта, то есть, и вы, ну, условно говоря, какие-то, если вам нужно оплачивать какие-то сервисы, вы вполне можете, как бы, через такую карту, как бы, делать. О, и эта карта, наверное, стоит дешевле, чем поездка куда-то там в Узбекистан. Ну, безусловно, то есть, безусловно, что это выйдет, как бы, вам дешевле, при том, надо понимать, что, конечно, можно съездить, там, в Узбекистан, там, открыть карту, но на этой карте, там, держать какие-то значительные суммы, все же, наверное, тоже опасно, потому что, если, ну, ситуация сейчас в мире и в экономике очень, как бы, непроста, если мы, так, войдем в какую-то, в определенную, ну, более серьезную турбулентность, совсем непонятно, как с этой финансовой турбулентностью справятся банки таких небольших государств, как, там, условно говоря, Узбекистан. Либо Киргизия, например, да? Да, либо Киргизия. Тем более Беларусь. Ну, Беларусь, да, в любой момент она тоже может, как бы, оказаться под санкциями, и ваша поездка туда может оказаться, ну, напрасной. На, напрасной, то есть, конечно, конечно, стало, как бы, очень некомфортно, то есть, сейчас тяжело купить и просто авиабилеты, это можно сделать через туроператора исключительно практически. Ну, либо через агрегатора, у которого есть возможность ваши рубли перевести в валюту и уже с теми компаниями, с которыми они работают. Вы, наверное, сейчас все же немножко преувеличиваете проблему. Ну, то есть, вот, сегодня я читала статью, что турпоток сейчас у нас очень маленький, в этих, в заграницах, то есть, он в среднем составляет процентов 10 от того, что, как бы, было дальше. И билеты в европейские страны, они идут, во-первых, уже не напрямую, то есть, условно говоря. Не из Москвы. Не из Москвы, там, через Дубай, еще что-то, и в среднем они выросли в два с половиной раза. То есть, какой-нибудь там билет, там, до Барселоны, сейчас вам выйдет, там, 70-80 тысяч рублей, то есть. Ну, понятно, не все себе это могут... Не, не, не все себе. Практически никто, наверное. Да, и, ну, действительно, непонятно, как это все там сейчас происходит. И вот, допустим, выбирая эту же поездку, там, за границу, то есть, ну, мне, я не люблю, там, all-inclusive, то есть, это немножко меня, как бы, напрягает вся эта, так, навязчивая вся эта инфраструктура. Обязательность хождения в определенное время в столовую. Да, то есть, там, все там немножко напрягает, но я посчитал, что вот это на данном, в данной истории, наверное, это самое такое оптимальное решение, чтобы, ну, было понятно, что тебя накормят, как бы, напоят, встретят. Гарантированно уже, да. Гарантированно, потому что сегодня ваша карта работает, завтра вы уехали в банк, там, ну, уехали с какой-то иностранной картой, вдруг, вдруг что-то с ней, ее заблокировали, и как вы там это будете, это, решать эту проблему, там, с Узбекистаном. Ну, банком я не очень, как бы, представляю, как бы это. Понятно. В общем, ну, не знаю, я вот... Ну, решений простых нет, решений простых нет, действительно, жизнь, она стала немножко другая. Множко другая, я бы сказала. Что происходит в экономике в целом? Вы сказали, что власти уже официально прогноз по инфляции снизили, значит ли это, что ситуация в экономике стабилизируется? Прогнозы разные совершенно. От того, что, ну, заявляется действительно, что идет перестройка, и мы справились с ударом, там, и прочее, прочее, до каких-то аналитических статей, которые прогнозируют, там, осирение рынка зарплат, уход чуть ли там не в нелегальную какую-то зону с налогами. Скорее, не перестройка, а некая трансформация. То есть, надо понимать, что наша все же экономика, она не такая маленькая, и наша страна все же, ну, далеко не самая, как бы, бедная, и как по ресурсам, так и по человеческому капиталу, так и по каким-то, ну, технологическим возможностям. И ждать то, что, как бы, вот, там, раз что-то случилось, и мы вот, и завтра у нас все схлопнулось. Но это, наверное, неправильное, как бы, так скажем, неправильное ожидание. То есть, это будет процесс длительный, то есть, это не на год, не на два, не на три, то есть, и какие-то выводы можно будет делать, ну, я думаю, что, наверное, скорее всего, там, в следующем году, там, ну, какие-то первые выводы, допустим, осенью будут уже понятны, то есть, насколько, там, допустим, восстановился импорт, насколько у нас, там, упадет, там, экспорт, там, а так, как мы сможем трансформироваться и сможем ли мы построить какую-то другую логистику. Это будет, наверное, ясно уже только, наверное, через год. Потому что надо понимать, что вот дешевый доллар, это, вроде как бы, кажется, как бы круто, круто как бы, но, по большому счету, дешевый доллар убивает всю промышленность. Почему? Потому что, вот смотрите, с точки зрения бизнеса, вот если, допустим, предпринимателю проще что-то, условно говоря, купить там гвозди и шурупы в Китае задешево, привезти и продать здесь, это более быстро. Чем производить самим. Чем покупать оборудование, там, искать персонал, там, еще что-то, чем производить самим, то есть, чем получается, что там проще где-то быстро съездить, это более короткий цикл, чем заниматься производством. То есть, если мы купили, продали на это, там, условно говоря, ушло там месяц времени, то, чтобы поставить станки, оборудование, то есть, это два, три, а если при каком-то сложном производстве, это пять, десять лет, как бы. И поэтому, если пойдет какой-то вот такой массовый дешевый импорт, это тоже не есть, как бы, хорошо, потому что мало кто решится покупать станки задешево, потому что непонятно, смогут ли они потом купить... Запчасти к этим станкам. Ну, и даже не запчасти, а купить, ну, то есть, они будут конкурировать с дешевой продукцией, которая будет поступать из-за рубежа. Ну, то есть, если импорт будет налажен, он будет открыт, то, скорее всего, оттуда будут возить твои конкуренты, а ты в этот момент будешь производить, все еще платить налоги, зарплату. Да, и будет, ну, то есть, это будет тяжело, тяжело просчитать все вот эти будущие, и поэтому, конечно, предприниматели многие так настороженно относятся к инвестициям. Деньги есть у бизнеса, деньги есть, кто-то рискует и, там, готов что-то куда-то, как бы, инвестировать, а кто-то, как бы, вот, совсем не готов и хочет посмотреть, что будет дальше, и понять, что будет дальше. Что будет с рынком зарплат, учитывая вот эту вот нестабильность, и почему, кстати, все говорят про осень, вот, и вы тоже говорите про осень, что надо дождаться осени. Ну, потому что есть ожидание, что, во-первых, к осени как-то немножко начнется восстанавливаться импорт, и если мы сейчас живем на каких-то там складских запасах в большей степени, то эти складские запасы, они, наверное, к осени, как бы, ну, скорее всего, как бы, сякнут, и, опять же, можно ожидать, что к осени там наступит некая стабильность по санкциям. То есть все, что там против, ну, какие санкции там смогут против нас ввести, они их, скорее всего, до осени введут. То есть мы уже, как бы, ну, будем понимать правила игры, что можно делать, что нельзя, как бы, делать, будет разрешен там экспорт там российской нефти, не будет разрешен экспорт российской нефти, в каком объеме мы там будем поставлять газ, металл, смогут там вятские лесники продавать лес в Азию там или не смогут. То есть все это будет, ну, как бы, более-менее понятно, как бы, к осени, потому что, ну, сейчас солнышко светит, сейчас люди думают про... Сейчас люди думают про посадки картошки. Про посадки картошки, про... Про собственную продовольственную безопасность. Ну, да, в том числе, как бы, про дачу, что там докупить, подостроить. Ну, есть какой-то немножко накопленный, как бы, жирок, и аж к осени немножко, так скажем, будет уже, мне кажется, более понятно. То есть до осени прогнозировать ситуацию, например, там, что будет с зарплатами, что будет на рынке труда происходить, пока сложно. Ну, а что с зарплатами будет? Будут они расти, учитывая, что цены-то, слушайте, ну, вот это вот, кстати, какая-то российская, наверное, история, может быть, и нет. Рубль укрепился, доллар подешевел, а продукты, которые выросли в цене, они в цене практически не упали. Так логистика подорожала. Логистика подорожала, и, опять же, упал спрос потребительский. То есть магазинам, то есть раньше в магазин какой-нибудь там приходило, условно, там, 10 покупателей в день, то сейчас приходит там 3 покупателя в день. А магазину-то надо, как бы, купать аренду, платить зарплату там продавцам, там, еще что-то, как бы, и это, соответственно, все перекладывается на конечного потребителя. То есть уровень наших расходов, он вырос. Будут ли сотрудники просить у работодателей повышение зарплаты, или будет ли это, ну, неким, не знаю, там, правилом каким-то общим? Ну, у нас, к сожалению, сотрудники не очень, как бы, этот, умеют просить. То есть либо они увольняются, ищут к себе другое предложение, если оно, как бы, есть. А вот какое-то профсоюзное движение, какие-то вот эти трудовые договора, они так это, ну, я не знаю таких ярких примеров, но я думаю, что многие компании будут, я думаю, что те компании, у которых там есть жирок, есть возможности, они, как бы, безусловно, будут поднимать зарплату. Потому что, ну, мы видим там, то есть все равно какой-то некий отток там населения в те отрасли, либо в те города, где более высокая зарплата. То есть этот отток идет, и людям нужно, как бы, будет, ну, то есть предпринимателям, по крайней мере, кировским, нужно будет удерживать каким-то образом кадры здесь, и они будут вынуждены, как бы, вынуждены, там, поднимать, по крайней мере, ключевому персоналу заработную плату. Константин Кропанев, нашей студии, эксперт по финансам, мы сейчас убегаем на рекламу, через полминуты вернемся и продолжим. Константин Кропанев сегодня в нашей студии, его особое мнение мы слушаем, Константин эксперт по финансам и координатор общественного движения «Малые реки Кирова». И вот про общественное движение, и вообще не только «Малые реки Кирова», а в целом про общественное движение в нашем регионе хочется поговорить чуть более подробно. Не знаю, Константин, видели вы, не видели заявление нового в Рио, в Рио губернатора Кировской области Александра Соколова. Он на позапрошлой, по-моему, неделе сказал, что, во-первых, Киров очень грязный и не готов к празднованию своего дня рождения, это раз, дал нагоняя городским властям, они тут же побежали что-то доделывать и как-то город приукрашать. И, во-вторых, сказал, что к вопросу благоустройства и вообще там обустройства нашего города надо активнее привлекать общественников. А общественных проектов в Кирове, я не знаю, даже вот я могу насчитать штук 10 таких, которые ярко себя проявили так или иначе, вам вот это вот внимание со стороны власти, оно поможет как-то или нет? И вообще начинались ведь вот на большинство тех проектов, которые я знаю, они начинались еще при Илье Шульгине, вот тогда, да, когда он был главой администрации. А потом как-то вот это стихло, я не знаю, по крайней мере взаимодействие общественников и власти, или это только так кажется? Слишком много вопросов, давайте с чего начать? С чего начать? Нужна помощь власти и вот это вот внимание к общественным проектам, декларируемое или нет? Ну да, действительно, во-первых, это пока декларируемые слова, обещать это еще не значит жениться. И большинство чиновников, которые приходят на какие-то значимые посты, они, конечно, там пытаются каким-то образом с активной общественностью взаимодействовать. Как это будет при нынешнем губернаторе сказать сложно, то есть получается некое обновление, что действительно, если там при Шульгине, хотя мы начинали еще до Шульгина, там какие-то у нас были активности и взаимодействия с городской властью, но они шли совсем уж там туго. При Шульгине пошло немножко это поживее, но они тоже носили такой немножко как бы специфический характер. То есть это было, с одной стороны, приятно, когда, допустим, приглашают там 10 общественников, садится 15 чиновников и что-то мы там друг с другом там разговариваем, какие-то задаем вопросы, сидим там час-два, там два с половиной, в конечном итоге ничего не происходит. По крайней мере, это было, ну, как бы, такое чувствование вовлеченности в чем-то, то есть у общественников вовлеченности, что вас выслушали. Выслушали, выслушали, а у чиновников тоже какое-то, наверное, было чувство, что они делают что-то полезное, как бы, вот, да, ушел Шульгин там, пришел новый глава города, сейчас появились другие общественники, которые тоже, есть же определенный общественно-культурный совет, которые тоже туда ходят. А Руслан Мамедов его возглавляет. Которые, то есть там о чем-то с ним как бы разговаривают, какие-то принимают как бы решения, ну, это нормально, то есть это как бы, это нужно, то есть, по крайней мере, можно действительно какие-то боли, либо еще что-то как бы высказать, но какой-то системной, вот реально системной работы я не вижу, то есть ее не было ни при Шульгине, ее я не вижу и сейчас. А если вот сейчас сделано заявление такое Александром Соколовым, и когда он только-только вот сюда приходил, люди, которые его знали, говорили, что гражданский сектор, ну, вот, у него как бы в поле зрения, да, то есть он готов налаживать диалог, ну, вот, просто зная человека, они говорили это. Вот сейчас заявлены такие вещи. В какой форме, на ваш взгляд, это могло бы работать? То есть это должно быть, не знаю, там, в виде некого совета, в виде некого, там, я не знаю, объединения, должен быть какой-то ресурсный центр создан или что-то еще? При правительстве уже, если уж в Рио губернатор об этом говорит. И не превратится ли это опять в некую профанацию? Ну, во-первых, надо понимать, а что правительство и администрация города Кирова ждет от общественников, чтобы общественники там за свои деньги там делали скверы, благоустраивали территории, там, ремонтировали дороги, что они хотят? Либо они хотят какой-то конструктивной критики. То есть потому что вот если мы, опять же, возвращаясь к малым речкам, то есть все, что там, ну, можно было сделать руками, там, привлечь внимание, там, прибрать какую-то территорию, там, еще что-то мы сделали. Но больше вот мы, общественники, просто, в принципе, не способны, то есть у нас нет ни таких ресурсов, ни возможностей, ни времени, ну, и даже желание немножко поубавилось, потому что мы не видим, ну, встречного какого-то, там, скажем, встречного движения. То есть, конечно, чиновники там с удовольствием, там, если, ну, какой-то субботник, они там готовы, там, предоставить контейнер, там, дать перчатки, грабли, один мне там чиновник сказал. Вывести мусор. Да, вот мы в прошлом году выходили на территорию, на одну территорию, они сказали, а вот вы здесь приберетесь, а приберитесь еще, ну, в километре отсюда. Да, вас же много. Вас же много, вам что стоит туда? 15 минут идти, да? Да, 15 минут, реально, 15 минут идти, сходите туда, приберитесь. Отличная история вообще. Отличная, отличная история. Аппетит приходит во время еды, ты про это похожа. Ну, да, то есть, я говорю, мы-то при чем, мы вроде там, речки, пруд нас интересует, это какая-то там, какая-то свалка там, условно говоря. Пустырь? Пустырь нас вот никак это не интересует, как бы, история. Поэтому тут нужна какая-то действительно системная, то есть такая, ну, нужен ресурсный центр. Нужен ресурсный центр, и в принципе, понимаете, даже администрация, в том числе вот чиновники из правительства области, они встречаются с активистами, обсуждают, они в курсе даже знают их проектов. И даже была попытка выделить каких-то небольших денег этим летом на благоустройство некоторых территорий, но я так понимаю, что это было заточено под будущие городские выборы, что надо было какими-то малыми силами, какие-то некие локации, но была возможность прибрать. Вот, и этих денег, ну, не знаю, если даже они были выделены, то есть в очень ограниченном количестве. Если это будет ресурсный центр, то каким образом вот те же самые финансы должны там аккумулироваться, то есть из бюджета, например, ну, вот, кстати, про ППМИ давно же вот эта история ходит, да, что расходы на ППМИ, на проект поддержки местных инициатив надо закрепить в виде процента там от бюджета, от собственных доходов каждый год, чтобы люди понимали. ППМИ это действительно очень красивая история, то есть мы же были в Кировской области лидеров ППМИ, и вот наши ребята, которые занимались ППМИ, они как консультанты ездят по соседним регионам. По соседним странам они даже ездят. Даже по соседним странам, да, они ездят. В Узбекистан, насколько я знаю, ездили. Да, они рассказывают, как это можно сделать, и это действительно очень красивая как бы история. То есть, а где деньги брать, так у нас есть программа «Комфортная городская среда», где довольно большие ресурсы, так поймите, вот сейчас, допустим, идут ремонт многих дорог, в том числе тротуар, допустим, Карла Маркса, делают, а почему там не сделать велодорожку? То есть, почему не только сделать тротуар, наконец-то, как бы, ну почему не делать велодорожку? И, в принципе, даже я слышал, что они решили сделать велодорожку, но это будет велодорожка длиной 300 метров. Отлично. Кому велодорожка длиной 300 метров, она нужна? То есть, опять же, нужно понимать, что надо делать в каком-то комплексе, чтобы, если бы это... Велодорожка, то... Ну, чтобы она использовалась. Чтобы это использовалось, что уже были какие-то определенные трассы, при том, понимаете, ребята, которые занимаются вот этими проектами велоспортом, они этими проектами уже все написано там пять лет назад. Пять лет назад все написано, нарисовано, и эти ребята, они уже там многие там, они просто хотят из Кирова просто-напросто ездить. Они уезжают в другие города, делают там велотреки, там еще что-то, то есть, как бы... Потому что в Кирове они не востребованы, а в других городах они востребованы. Это к вопросу о том, что внимание к общественникам должно быть не только декларируемым, но и реальным, и чтобы действительно они понимали, что те усилия, которые они прилагают, они... Внимание тут, понимаете, внимание, да, то есть, внимания-то полно, то есть, вы тоже, наверное, помните, как при Шульгине там обсуждали там благоустройство оврагов, там, собирали там на базе ВИАТГУ, там, двухдневные там соучаствующие проектиры. В прошлом году делали, в том числе с представителями администрации Первомайского района, этот, по Ежовскому пруду, там, большое мероприятие, как бы делали, думали, как сделать нижнюю набережную, обсуждали, обсуждали. В общем, проекты-то есть уже, да. Да, так самое главное, понимаете, мы с ними обсуждаем, разговариваем, говорим, так надо, так не надо, а потом раз, и появляются там совершенно непонятные объекты, которые просто-напросто крест ставят на всех этих обсуждениях. Нужны ли деньги? Надо ли выделять какие-то средства для того, чтобы вот эти общественные проекты могли реализовываться? То есть, я не знаю, там, заложить в бюджете какие-то деньги, зарабатывать каким-то образом, специально там выделяя какую-то часть из этих заработков? Ну, тут сложно сказать, конечно, было бы неплохо, что, допустим, каких-то, ну, так скажем, можно было бы там каких-то наиболее активных там личностей взять в качестве каких-то советников, и, по крайней мере, там, ну, чтобы это было на какой-то платной основе, это общий, ну, как бы, с них будет что спросить, ну, и, условно говоря, у них будет определенная мотивация больше времени, как бы, тратить на какие-то, так скажем, такие вещи. Но, по большому счету, это должен быть обычный нормальный ресурсный центр, при том, он, в принципе, в городе даже есть, там работают определенные люди, но... Только мы про него ничего не слышим, почему? Да, но они, насколько я понимаю, они в основном занимаются проектами за пределами города Кирова в районах. То есть надо понимать, что у нас не только город Киров, есть много... Вообще-то Кировская область большая. Да, Кировская область большая, городов много, и если здесь есть хоть какие-то архитекторы, которые готовы на безвозмездной основе в чем-то помочь, иногда, как бы, то там-то с этим вообще... Беда. Вообще, условно говоря, беда. Поэтому люди выезжают туда. Полторы минуты у нас, Константин, остается. Я хотела у вас спросить, следите ли вы за процессом, за делом Ильи Шульгина, и что думаете? Ну, вот тут и последняя речь была, собственно говоря, да, сам он вину не признает. Вообще, в целом, вот, не знаю, у меня, например, несколько тягостные впечатления оставляет эта история, потому что я, с одной стороны, понимаю, что вроде как нарушение закона есть, с другой стороны, на прошлой неделе мы разбирали, и получается так, что корысти-то никакой нет, ну, то есть, а теперь вот пять лет просят прокуратуры. Ну, честно говоря, я не очень эту ситуацию отслеживаю, то есть, мне по-человечески, как бы, жалко человека, тем более, действительно, он оставлял такое, ну, приятное впечатление от общения, хотя, ну, если честно, он слишком много говорил. Как управленец-то он был, мне все же кажется, не очень качественным. Но был яркий и заметный. Да, был яркий, как бы, заметный, то есть, какие-то были новшества там, ну, интересные, по крайней мере, эксперименты. Но тут, понимаете, я хотел бы больше внимания обратить на то, что надо забыть, что городской бюджет — это какой-то, ну, пирог, в который приходят люди, чтобы что-то откусить. То есть, и тут больше-то внимания именно вот городской думе, то есть, потому что чиновники уходят, приходят, как бы, но это, за это должны нести ответственность, там, даже не конкретные какие-то персонали, а именно, ну, какая-то там, условно говоря, наша городская дума. То есть, депутаты должны контролировать? Депутаты должны контролировать, должны участвовать, и они, как минимум, должны понимать, зачем они пошли в депутаты. Вот на такой фразе в преддверии сентябрьских выборов и подготовки к ним мы с Константином сегодня заканчиваем особое мнение. Думаю, что встретимся за финансовым рынком, тоже будем следить, будем смотреть, что делать с нашими деньгами, те, у кого они есть. Спасибо, Константин. Всем удачи. До свидания. Особое мнение на 101FM Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok